О том, что именно сегодня Джомард Каипыч подает в отставку, говорили не только в кулуарах парламента. В принципе, об этом было известно еще несколько дней назад. Публично об этом премьер заявил под конец дня, после того, как депутаты признали отчет правительства удовлетворительным. Реализовать все запланированное мы не смогли, но были достигнуты и положительные успехи. По моему глубокому убеждению, во власти не должно быть монополии. Я думаю, что исполнительная ветвь власти нуждается в очередной встряске. Исходя из этого, я принял решение уйти с поста премьер-министра Кыргызской республики. До этого выступления депутаты целый день терзали у Турбаева удобными и неудобными, уместными и не очень вопросами. Парламентарии даже требовали поставить двойку правительству. Нельзя утверждать, что правительство не работало в прошлом году. Члены кабинета ведь ходили на работу, получали зарплату. Значит, они работали. Некоторые вице-премьеры, министры старались хорошо исполнять свои обязанности. Но выполнило ли правительство все, что должно по конституции и законам? Нет. За время премьерства у Турбаев лучше изучил кыргызский язык. Но он не смог стать лидером, руководителем. Еще задолго до объявления об отставке некоторые депутаты заявили, что премьер собирается уйти. Я поняла, что премьер-министр Джо Марту Турбаев собирается уйти. Я обращаюсь к коалиции большинства. Приведите хорошую кандидатуру на этот пост, которая сможет развивать Кыргызстан и работать на его благо. Потому что за работу правительства будет отвечать и парламент, который его сформировал. Кое-кто в парламенте открыто заявил, что премьер сам уйдет в отставку, если его отчет удовлетворят. Как бы там ни было, прозвучали полярные мнения относительно деятельности правительства. Конечно, можно видеть только негативное. Да, многое из того, что было сегодня сказано, не решено. И основной вопрос – это, конечно, кумтор. Но есть и положительные показатели. Несмотря на засуху и другие проблемы, работа правительством велась. И я предлагаю признать работу правительства удовлетворительной. В итоге так и было сделано. Объявляя о своей отставке, Турбаев пожелал, чтобы его место занял достойный человек. Таких в Кыргызстане, по мнению уходящего в отставку премьера, много. Дзилдаскан Дзилдошева после этого даже немного прослезилась. Укорив коалиционное большинство за то, что меняется правительство перед такими крупными событиями, как вступление страны в Евразийский экономический союз. Отставка премьер-министра означает отставку всего правительства. До формирования нового кабинета все его члены будут работать с приставкой ИО.